Дети Звезд В 1982 году у пары родилась дочь Ксения. Еще в студенческие годы Зинченко отлично зарекомендовала себя. Преподаватели считали ее одной из самых талантливых на курсе. Поэтому приглашение в большое кино не заставило себя ждать. В 1983 молодая актриса появилась в картинах «Высокая проба» и «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Но успех в профессии не гарантировал семейное благополучие. Девушка застала любимого мужа в объятиях любовницы и подала на развод. Закончив учебу, восходящая звезда советского экрана продолжила активно сниматься в кино. А в 1986 ее приняли в труппу театра «Бенефис». В этот же период в Москву из Одессы перебрались родители артистки. Дело успехи в профессии звезда Шерлока Холмса не забывала и про личную жизнь. Она познакомилась с состоятельным бизнесменом. Мужчина оказался галантным и щедрым кавалером, но в ЗАГС не спешил. Оказалось, что у него уже есть законная супруга. В этих отношениях Катя родила сына Феликса, хотя замуж так и не вышла. В начале 90-х на площадке картины «Бабник» судьба свела Зинченко с Анатолием Эйрамджаном. Почти 15 лет исполнительница была музой режиссера и снялась во многих его проектах. Их сотрудничество продолжилось даже после эмиграции мэтров США в начале 2000-х. Благодаря комедиям Анатолия Николаевича, популярность Екатерины достигла определенных высот. Поэтому другие режиссеры активно приглашали ее в свои проекты. В 2004 году исполнительница решилась попробовать свои силы в новом качестве и заняла место режиссера-стажера в столичном театре. Последний художественный фильм с участием артистки вышел на экраны в 2013 году. Это была небольшая роль в мелодраме «Серьезные отношения». На недолгий период Екатерине удалось еще раз обрести семейное счастье, но эти отношения закончились трагически. В 2013-м избранник актрисы умер. В том же году сын Зинченко попал в психдиспансер для лечения от наркозависимости. К сожалению, как призналась сама Екатерина в передаче Бориса Корчевникова, Феликс до сих пор периодически попадает в клинику. Бороться с зависимостью ему очень трудно. В настоящее время знаменитость живет одна в Новопеределкино недалеко от детей, но практически не общается с ними. А как вам кажется, кто из детей больше похож на Екатерину? Сын или дочь? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!